всем привет ребята и добро пожаловать на четвертую часть контента с посами напомню что в первой части мы неудачно поставили пос в одном из вармхолов и нас отконтролили на этапе установки и то же самое повторилось во второй части стрима но уже в другом вармхоле в третий раз я поставил часть поса перед стримом чтобы лишить моего противника возможности заранее все увидеть и ожидаемо противник полностью скипнул момент когда я ставил оставшиеся модули уже на стриме и видимо принял решение ждать моя идея заключалась в том чтобы включить стрим в нужный момент времени так как я заметил что подобный контент вам очень нравится но противник очень тянул и толком ничего не делал чтобы как-то повлиять на его контент я позвал своего друга иди и мы решили чуть-чуть потыкать парней наш план был довольно таки простым а именно имитировать бурную деятельность как будто мы хотим кого-то записти в вармхол то есть позвать подкрепление и для этого мы взяли вы хашки под контроль и начали их блокировать сканить внутри противник хоть и не охотно но ответил на это правда ситуация стала цикличной враг варпает большой флот берет под контроль вармхол хлопает его открывается новый мы в нем сканемся и ситуация повторяется прикинув что это может продолжаться до глубокой ночи заводить то нам нечего и это вообще не входит в наши планы мы попросту дали парням закрыть все вармхолы чтобы они чувствовали себя в полной безопасности и уже наконец шли пилить поз понимаю что вероятно не все мои зрители смотрели предыдущие серии так что ввиду вас в курс дела после это базы которые ставятся на лунах этой механики очень много лет так что работает она через одно место там очень кривой и страдающий интерфейс который почти невозможно нормально менеджить а также для посов нет нормальных калькуляторов которые отражали бы реальную статку поса так что я понимаю что пос с электроникой это окей а вот пос на котором куча пушек черт его знает и мне хотелось проверить насколько это рабочая стратегия так что в том вармхоле где будет бой у меня большая моторская палка с большим количеством артиллерии а вернее она вся утыкана артиллерией вернемся контенту как только мы дали противнику закрыть все вармхолы случился андог флота рэйвенов и вся эта вакханалия полетела на пос из кораблей у нас был сканерщик варгур и диктор более кораблей не было был еще локи и джигдо но это окна которые менеджеры пос и не могли принимать участие в бою они 100 они 100 от поса они 100 от поса это очень хорошо это невероятно хорошо это но и риску я могу потеряю скорее всего да если я попробую скрам проверить подожди 20 секунд а подожди я могу пингануть на grid один пинг и варпнуть на букву и товар лидер пробую скрабить все 9 секунда лока нет не хватает не хватает не хватает а у тебя другой подожди анлок так не нету 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 я хочу взять вся пушки возьму четыре штуки или тебе но пушки наверно выгоднее до перемещайся я беру 4 гана и попробую просто в одну цель закидывать чтобы я за контролем а нет чтобы ты забавлил сейчас хотя подожди не не спеши 10 секунд часа гляну какой дэмэдж пойдет по штабам у них есть скорость какая-то они как будто едут в поз к так херня туда но равен плохо течет слушай знаешь чё сейчас я бы через комбат и я бы им варгура бы кидал не ну да давай подожди я привыком бачу себя сначала давай я думаю чё бы мне полезнее взять в менеджмент давай так я себе что-то полезнее поищу мне нужно да 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 мне нужно какое-то время я возьму себе нейтрик и наверно больше ничего пока брать не буду если честно я могу от ней три часа одного короче я чела с ником стелька я буду нейтрить подожди я комбат выставляю это будет не быстро там уже у них что-то от ней три на и кстати они не могут прыгнуть там же активейшим так я его просто не игре пока я стою в олайне пробки готовы вот стелька стелька найти у меня флота нету но найти просто чела с ником стелька может не флот дашь а ты где поэксовался под посом флотал не вижу флота африкосом ты можешь сам он чё-то в разгоне а да щас ты хочешь варгуром как ты в них варкнешь варгуром я через обзор к варку варгуром ну чё готов тут я ну я готов нашел логин варгура скани комбатами так рейвен бук парк готов варпать собру в них 4 у как скажешь они они скоро набирают надо я думаю бля слез как склада слез и склада слез и склада африкосом да пытаюсь слез варпнул соброй смол мобайл варп а понял поехал ты главное выживи забублил они факт они быстро дай там буку дай там буку дай там буку там есть бука я сделал давай смотри там нужен баба лужи он скоро пропадет но но не особо не с нулем скорость я лечу еще раз да вот флойка я перебублю давай перебублил брать пост под контроль а ну кроме нейтрека варпаю они в тебя и меня тоже не свитчат кроме нейтрека но нейтрек не возьмешь какие синие джамма спа у тебя диктор катайся они пока танчат на по возможности нужен джамм на них плюс варгур давай нет варгура я попробую сейчас таргет как это так я подожди короче лошадь воровена да попробуй поджамить не варгур по возможности так 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 это это как от которой грей не 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 конец а фейс 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 взял и варгур джаммю джаммю варгур а правда остальное джаммить плюс варгур плюс варгур давай второго джаммить ну вроде что-то там джалла буре какой-то приходит ну нормально с горем пополам живу нагряюсь курса прилетела приложусь по курсе я могу типа соброй упасть на тебя за буфли я потихонечку медно наверно умираю но джамм по возможности мне мариков только да да я мариков в чем там два модуля я б джамм я джамм дрону пипец я здесь арийская катаюсь может у меня свечна перманентом джамме бля а что тебя джаммит да подожди две курсы я ба не я умираю тут не знаю что но да я минуснулся пробовал лутаться собра на подскане ничё-ничё бля а вот это вот плохо пробую найти капу я вышел драмиком все хорошо только не говори что я ясер и зафиксируй марики я попробую сейчас а я не могу в них варпнуть никак не не надо скрамом сейчас попробую попробую где тот которого они 3 грей да наверное пофиг еще я подпос вернусь надо будет сейчас фокусироваться на грее как-то грей варкур вижу да но я пока он двигается у меня скрам не хочет работать может за баб лишь там мне он ушел надо что-то сделать не второе водят не могу потому что я в а-лайне ну типа по линии у них но пробую 20 секунд говорит не знаю спею не успею если что в 30 стою в олайне бабл упадет варку они бабли а я понял да да я просто в равенов нет ни в дистанции нет ни в дистанции ща я думаю как на нем сфокусироваться чтобы он не вышел из думаю вроде шевелится до забав лишь мне не шевелится наливая вроде наливая наливая есть скорость и как не доберусь надо было что-то другое искать на ушел быстро еще причем попробую разными скромами что-то делать чара линк вишенка антропу что у тебя тут есть может за фокус варить пушками типа из серии что то а да сейчас будем делать они все увели да попробуем сейчас я наберу пушек и набрал пушек смотри брат кости рейвен давай по нему некоторые пушки не будут браться потому что я их менеджер не не я это вижу да там лорчовый есть нет почему оси он контрол оси он контрол бродкаст вижу пошел давай да я так я еще и беру пушек я больше пушек возьму а он долго лочит надолго лочит не он сбросил блок бам-бам-бам стрельба так я вторым окном тоже пойду термак но возьму короче два скрома на случай если не подставится и еще поищу арту которая не под контролем он нашел какую-то у меня сейчас не шлифану от нейтриком и что делаешь там до боблю аккуратнее а у меня скилла в 3 нету туплю на братка сдать еще на этого рейвена дал бродкаст активировал ганы здесь нейтрик здесь так на втором окне тоже в этого рейвена раздаемся на другом окне хочу так я еще три пухи добавил этого чела и 4 пухи добавил ему прям бог сейчас он нам же дано жмет у него нет капы кто-то шевелиться начал бога начал шевелиться они все там шевелятся так это вот это вот наш дипром отдайте баба ламуне или не хочешь так жило нашим процентов 20 он пытается выехать да у него капы нету проверьте вот что у тебя между делом все модули активным него давай посек меня убил противника убей выезжает из бубля понемножку давай давай надо как-то сзади пробовать так и выживи там на хоку тебя видишь нормально класс слушай но они мне кажется на нем сейчас нормально так потратится да ну да это антиллярка по нему по идее надо просто их сжать но после они как будто быстрее жмут 40 процентов паса так где этот я отдал бродкаст на него что ты понимал где он а он у нее теперь уже спереди его забавлить у него нету счета у него сейчас потечет армор у меня нету куплей заряжены ну заряжай должен успеть да он видишь он он сейчас отварпает а я второго диктора а но он да он сейчас выбор поэт не хочешь его заскрамбить там не ну пытаюсь пытаюсь его сторону чё там бродкаст еще раз дай брат каста не дал отдал он ушел 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 давай нового рэвина который ближе так прежде выжить народа выживая я нового рэвина пока отрабатываю я слишком близко пришел я в него тоже работаю них откачки нету типа да еще должны быть проблемы нам нужно час их баблить я буду пушки активировал ой меня затянуло живи я щас бамп где-то по-любому он на краю прям этим баблом я нормально вроде они меня еще обиды ничего такого а он ушел так она давать ну пока я становится но у нас и после меньше становится пока и работаем дал бродкаст итак сап капитальный бой если мой одинокий варгур так можно охарактеризовать был нами проигран танковать такой грит было очень интересно но однозначно нам не хватило возможности убивать противника эдди менеджал пост впервые а интерфейс там такой что врагу не пожелаешь так что если кому-то покажется что мы плохо законтролили модули поса то пожалуй это действительно так но ничего не поделаешь с этим интересным интерфейсом который иногда может просто не брать в прицел какой-нибудь корабль так как по какой-то неизвестной древней причине модуль просто не хочет это делать и все что касается меня то я толком не менеджал пос из-за сильного фокуса на варгур было очень тяжело проанализировать входящий дпс от такого количества батлов и стабилизироваться плюс в конце на этапе 1 и 2 курсы а также джама я готовил до броса расходки которая мне в итоге не пригодилась после потери варгура мы дарим форса старались сфокусировать орудия поса и пробить вражеский флот но несколько удачных попыток закончились тем что на арморе корабли попросту уходили так как держать их баблами не всегда была возможность да и наш противник очень сильно противился этому если подвести некий итог то напрашивается два вывода а именно турельный пос смотрится крайне сомнительно я бы сказал что эффекта от всей этой артиллерии никакого не было а при этом она съела все ресурсы поса что касается небольшого количества джама который был на моем посе то он работал просто на ура потому что этот сраный джам саджамил мне варгур возможно кто-то уже заметил это но черт его побери а если быть еще точнее то эдди промахнулся на миллиметр по строчке в обзорной панели на своем новом 4к мониторе и вместо вражеского варгура жахнул ровно один джам модуль в мой и полностью меня заруинил в конце этого файта понять при этом чей варгур после того как был активирован модуль было уже невозможно но вернее как невозможно если нажать ряд кнопочек по всплывающим менюшкам нажать на кнопку брат каста из всех этих менюшек то можно было это проанализировать и при этом не менеджер еще другие окна после можно было бы опять же во всплывающих менюшках нажать еще пару кнопочек нажать деактивацию джама и через какое-то время он бы деактивировался но визуальной индикации просто нет исключительно куш куча менюшек и ты с этим ничего не поделаешь так что я воспринимаю эту ситуацию как должное случилось ровно то что могло случиться так или иначе я получил интересующие меня данные а именно поз у которого полный набор модулей на урон смотрится плохо возможно все было бы чуточку лучше пусть возможность менеджить эти модули но без этой возможности адекватно контролировать 15 пушек просто невозможно все что ты можешь делать хорошо это выбрать одну цель потратив на на это около двух минут времени и стрелять только в нее если цель отвар павает или тебе попросту надо перенести фокус орудий то об этом можно забыть потому что пока ты переносишь фокус орудий я могу вам смело сказать проходит где-то еще три минуты на протяжении которых пост не делает ничего а вот электроника работает куда интереснее во первых она самостоятельно делает много грязи вообще без менеджмента во вторых фокусировать ее намного проще так как тебе надо активировать один или два модуля на один корабль и забыть об этом до момента пока тот либо не отвар пает либо не погибнет если вас как и меня после просмотренного мучает вопрос а что дальше то не забывайте про большие пальцы вверх если вы хотите продолжение но и вероятно на этом я заканчивать не буду мне нравится этот контент так как будь ты один или с другом противник вынужден андогать очень много и сражаться за свою систему как в последний раз очень крутой и сложный контент ключик которому будет подобрать очень проблематично да и у каждого коллектива скорее всего он будет свой что касается именно этой системы то все во многом зависит от моего противника они все еще могут купить 50 посов а это около 8 миллиардов исок и затыкать все луны в этой системе это довольно очевидное решение будут ли они это делать вопрос исключительно к ним я бы после этого боя оставил бы их в покое признав свое поражение но парни решили погрубить в локале после боя так что если они не закроют луны их ждет кое-что весьма увлекательное но всему свое время ну и если добросить еще немного аналитики я буду честен а для того чтобы разруливать эту ситуацию в одиночку ну или даже составе двух человек и я не знаю как это сделать но объективно противник бросает очень много в первый раз я видел еще больше кораблей в этом заходе их стало чуточку меньше но половина обзорные панели батлов при условии что наверное мой самый топовый корабль это одинокий мародер который я буду использовать в этом контенте это это прям перебор но учитывая инцидент в локале скорее всего пока я буду продолжать но как я уже сказал выше понаблюдаем за лунами спасибо что посмотрели это видео надеюсь оно вам понравилось немного жаль что не удалось все это показать на стриме но как есть всем отличного настроения и до скорых встреч пусть ваши друзья вас не джамят пока пока ребят ты знаешь почему ты в джаме тихо 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 почему блять ой я думаю как ты в джаме если где-то джам дроны в гриде теперь я понимаю почему люди говорили что пас пас менеджмент это потому что я не знал что я тебя джамил каким-то раком я не буду я отказываюсь это комментировать ты понимаешь что я почти пробил в аргуме позвал помощника